Вот уже 4 года Денис гордо носит звание юнормейца. Вступил в это движение и с чувством любви к родине. Движение юнормии меня привлекает в первую очередь то, что оно нам дает примеры того, что будет в дальнейшем, то есть когда мы в армию уже пойдем. Также просто очень интересно это движение для меня. Его команда из Стародуба одной из первых проходит партизанский квест. Думать надо быстро, реагировать молниеносно. Сейчас мы с вами проникаем в лабораторию. Ваша цель сделать вакцину и успеть до самоуничтожения этой лаборатории. У вас на все про все будет 5 минут. И таких ребят на ежегодном кубке губернатора по военно-спортивным играм свыше сотням. Это представители юнормейских отрядов, то есть в каждом районе нашей необъятной Брянской области есть свой отряд и не один. Ну и самые из них лучшие, которые достаточно долго занимаются, достаточно серьезно занимаются, встречаются на таких площадках для того, чтобы помериться силами. Основные дисциплины – страйкбол и лазертак. А для теоретической подготовки – выставка настоящего оружия и военного обмундирования. Это актуально всегда. Тот, кто забывает про то, что необходимо быть патриотом всегда, в каждую минуту своей жизни, он сталкивается с огромными проблемами. Как только мы забываем свою историю, как только мы забываем, что необходимо быть всегда и ко всему готовым, ну, к сожалению, происходит в мире то, что происходит сейчас. Итоги этих игр подведут 15 декабря во Дворце единоборств. Дмитрий Газин, Виктор Левченков. События Брянск.